Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, в самом центре города Баку находится армянская апостольская церковь, которая закрыта под ключ и в любой момент готова к богослужению. В городе Ереван есть мусульманская мечеть шиитского толку, которая открыта для богослужения. И многих интересует вопрос, что почему мечеть в Ереване открыта для богослужения, а армянская церковь в Баку закрыта. Объясняю. Мусульманами шиитского толку являются не только азербайджанцы, но и персы. У Армении нет дипломатических отношений с Азербайджаном, но зато есть с Ираном. Граждане Ирана спокойно посещают Армению и в любой момент могут зайти в мечеть, помолиться, и нет никаких проблем. Но григорианское направление христианской религии исповедуют только армяне. Между Азербайджаном и Арменией нет дипломатических отношений. Армян нету на территории Азербайджана. Кто будет ходить в эту церковь и молиться? Для кого там начинать богослужение, если нету армян? Есть три православные церкви, да, есть. Православие исповедуют русские, украинцы, белорусы, грузины, греки и прочие национальности. Но григорианство, кроме армян, никто не исповедует. Смысл открывать эту церковь? Она закрыта под ключ, готова к богослужению. Когда-нибудь страны подпишут мирный договор, возможно, откроются границы. Тогда граждане Армении или других стран армянской национальности смогут приезжать в Азербайджан. И церковь, естественно, уже будет функционировать, поскольку уже будет для кого там вести богослужение. Если они будут приезжать в Баку, то почему бы им не сходить в церковь и не помолиться? Но в настоящее время нет никакого смысла открывать эту церковь. Она целая, невредимая, находится в самом центре города Баку. Она готова к богослужению. И, возможно, когда-то, как я говорил выше, она будет, там будут проходить богослужения. И поэтому начинать эти разговоры абсолютно нет никакого смысла. Нет абсолютно никакого смысла, поскольку каждый человек, который хоть как-то знаком с историей и политологией, прекрасно знает и понимает, что обе республики получили независимость в 1991 году, в период распада Советского Союза. Между республиками сразу начался вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, поскольку каждая из республик данный регион считала своим. Но Вторая Карабахская война в 2020 году показала и доказала, что Карабах является территорией Азербайджана. Да, Карабах вернулся в Азербайджан, но дипломатических отношений с Арменией в настоящее время пока еще нет. Но, возможно, когда-нибудь они будут. И разделять людей по национальным и религиозным принадлежностям – это очень глупо. Бог один, религии разные. Человек должен оставаться человеком независимо от того, какой он национальности, какой он вероисповедания. Каждый человек – это индивидуальность. И каждый должен нести ответственность исключительно за свои поступки, за то, что он сам совершил. А не за счет того, что он мусульманин или христианин, азербайджанец или армянин. Главное – быть человеком. Есть только одна национальность – это быть человеком. Есть только одна вероисповедания – это быть человеком и знать, что за все, что ты сделал в жизни, в судный день придется отвечать. Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до свидания. Продолжение следует...